доброго вечера мы с украины сегодня хочу пообщаться с вами на тему цены меда оптовой что там у нас на рынке вот сейчас принципе такая ситуация когда пчеловоды уже откачали массово мед все пчеловоды откачали более большие более малые пасеки и получается что для того чтобы существовать дальше нам нужно деньги они взять правильно мы можем только сдать мед на рынке принципе мед на сегодняшний день уже продать не можем потому что все уже откачали этот мед и получается уже блин на рынке этот мед просто рекой течет все даже по 100 гривен сдай продают его чтобы сбыть там подсолнух то все же шо шо там только уже не продается все это имеется виду вот этот самый вот этот пик вот меда ну рынок есть рынок и получается что пчеловод не имея средств пытается что-то найти куда-то что-то сдать 300 400 500 килограмм это сумма денег которые хочет выручить за мед для того чтобы купить сахар для того чтобы закормить пасеку и уже как-то говорится уже ну немножко что-то отложить и продержаться до того времени когда цена меда поднимается на максимум это конечно же где-то примерно февраль-март месяц это поспал всегда у нас так ну не бывает и не всегда бывает что он наоборот проседает но могу сказать что цена меда в этом случае если посмотреть на нашу статистику то получается цена меда в основном в это время как бы подымать на сегодняшний день если мы посмотрим на цены на мед у нас получается такая ситуация что сезон начинался с цены на мед больше 2 долларов если перевести на нынешний курс то раньше это было где-то 2 2 20 2 30 доллара на сегодняшний день доллар по 40 то получается что цена меда соответственно должна быть ориентир на где-то 80 85 даже 90 гривен то получается что надежда что 90 гривен цена меда будет в этом году ну не знаю будет такая но надежда есть но я думаю что все же как обычно цена меда поднимется в 2023 году вот у нас так обычно что могу сказать ребята наши многоуважаемые коллеги которые экспортируют мед за границу они знают когда вы хотите сдать мед и они этим пользуются зачем вам платить больше если вы принесете за меньше затем человеку платить большие деньги если он готов работать за маленькую зарплату она стабильно здесь такая ситуация тоже есть то один в поле не воин если пчеловоды массово но я же повторяю что в любом случае многие пчеловоды сдают по 200 по 300 по 400 по 500 килограмм лишь бы ну на продукты питания на закупку сахара на закупку пойти искупиться вещей до детей собрать школу и много чего другого многоуважаемые коллеги экспортеры это знают них есть статистика у них есть все они принципе и этим и пользуются так что как обычно до нового года наверное цене не будет каковну как 60 65 ну я думаю до 70 будет как обычно как и в прошлом позапрошлом году когда цена просто подымалась она определенную сумму ну за ним условия если наши многоуважаемые коллеги как обычно не намутят с медом и не привезут какой-то китайской боди потому что в украине в этом году есть большая вероятность меда не будет то наши долбоебы ой извините на слово высказал хотелось сказать но уважаемые коллеги как обычно привезут от этого муки произойдет скандал пока будут разбираться то конечно же не будут покупать европейцы наш мед и соответственно цена просядет как это было когда мы это уже принципе проходили так что посмотрим но могу сказать одно что нормальная цена для сегодняшнего дня я думаю что 90 100 гривен это нормально так что спешить сдавать мед ну как спешить сдавать мед ну вы же сами понимаете что как обычно нас пчеловодов мама не горюй сколько и сейчас вот этот месяц 2 все будут сдавать мед для того чтобы как-то ну как-то про пробыть на плаву скажем так так что цены ближайшее время мы не ждем большой а конечно же после нового года пашка например уже меняет валюту для того чтобы купить сахар потому что по-другому никак сдача меда почему у нас кстати мед виницкая область перезвонил спросил что там и мэтт подделья у нас принимает по 63 если приезжают а если везешь к ним по 65 еще каким-то по перезванивал 63 64 ну в общем цены как бы сказать такой большой нету каким образом получается что сдавать за эти копейки особо и не хочется усчитывая то что сейчас же как снимаются пошлины на переезд снимаются налоги там много чего снимается за границу имеется ввиду что есть все предпосылы для того чтобы цена меда таких как бы росла опять же для сдачи меда наши многоуважаемые коллеги требуют паспорт пасеки кстати интересно что мы не можем сделать паспорт пасеки без привязки к какому-то участку да она где-то должна стоять это пасека они требуют справку про и не знаю даже какую справку шона там мэтт подели она стребовала какую-то а4 опять какой-то формата фиг поймешь там уже нужно будет каким-то кибер сейчас приедешь сельсовет скажешь какую справку эти люди на тебя будут смотреть к счету приперся к нам сюда человек дурак или шум как ну как обычно они что-то сейчас начнут короче мутить эту воду и получается что эту справку и сколько у вас плейных семей или справку земельного участка короче и их даже не интересует то что каждый год мы же сдаем анализы если вот вся вот это как бы бюрократия заключается в чем что у меня есть паспорт пасеки если у меня есть паспорт пасеки значит я проходил в этом году осмотр если я проходил в этом году осмотр то получается что там есть все написано сколько у меня семей где куда дальше немаловажно у нас же есть каждого пчеловода ну операторы рынка это тоже короче какая-то херня в общем на сегодняшний день наши многоуважаемые коллеги хотят пчеловодов как обычно мало того что кинуть на деньги то еще хотят чтобы он побегал по поводу 6 литровых бутылок тоже интересно было в чем что я как бы их набирал у меня где-то где-то 900 килограмм 6 литровых бутылках и спрашивал в одних вторых и третьих и они такие не 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 мы не будем брать то все плохая тара туда сена а сама фишка в чем они что хотят чтобы я купил хорошую тару хорошие бочки они взяли их где-то повозили непонятная идея потом привезли от как будто они знаете как будто они задницы их вытягивали а когда нужно покупать тару например вот сейчас вот когда я мед качали нужно было купить так вот например 900 килограмм это что это три бочки три бочки за этих три бочки бы с меня содрали как минимум три а то и 5000 гривен чтобы понимать для чего мне тратить деньги но уважаемые коллеги экспортеры вы приезжаете берем ложечку проходим с и ста бутылочек набираем мед для ваших анализов вы приезжаете потом с бочечкой я беру ножичек вырезаю вот этот мед и сбрасываю ваши бочки вы едете в освоясь и все довольны я не теряю тару а вы ну как ну как по-человечески да это нормально но на сегодняшний день этим никто не хочет заниматься потому что поток меда идет очень большой ну помимо этого мы конечно и мёд и не хочет сдавать потом мне у нас есть и нормальный таре мед нас в разной таре мед в этом году я просто решил в виде эксперимента в 6 литровых баклажках есть люди которые принимают этот мед 6 литровых баклажках все там нормально это не является как бы большой проблемы но вот такая вот друзья ситуация кстати конец видео хочу сказать про победителей вадим порошенко это тот самый порошенко выиграл ведро от лысонь которую нам предоставил ваша пасека интернет магазин и александр лысан выиграл лобзик вот этот лобзик нас выиграл александр вот такой это у нас интертуловский классный лобзик кстати что хочу сказать не может быть инструмент плохого качества если у него три года гарантии имеется ввиду что они гарантируют сервисные центры есть принципе хорошие нас что здесь интересного потому что потому что потому что я еще в нем полазил а потом принципе думаю ну что здесь есть интересного что здесь интересного смотрите я когда его открыл я посмотрел вот обратите внимание 22 ножика здесь переходник линеечка два ножика две пилочки пилочка для лобзика на минуточку вот это для дерева а вот это короткая посмотрел блин это же точно для металла начала его смотреть точно для металла и чтоб не еще очень сильно понравилось ну качество руках чувствуется что он классный мне еще понравилась одна интересная вещь а не буду его сильно томить просто в двух словах но я себе этот лобзик тоже возьму классный во первых монтаж вот нажимаем в сторону просто вставляем пилочку и все офигенно просто я помню когда-то мы работали мучились и это была проблема на сегодняшний вообще классных опа вставили регулировка уклона и регулировка работы и конечно же как я говорил фонарик ну блин классно режет от 80 сантиметров дерево вот этой пилочкой а вот этой 6 миллиметров металл но насколько понимаю и алюминий можно резать алюминий можно резать потолще получается что дерево мы где режем на максимальных потому что я не мог понять а зачем же нам здесь эти обороты а металл мы режем на минимальный лобзика в общем классный что победителя я принципе поздравляю я себе обязательно еще такой прикуплю обязательно она друзья на этом будем заканчивать всем все на лучшему буду следующий розыгрыш и вам всем пока